Меня зовут еще раз Саша Кузькова, я тут представляю Creative Writing School вместе с нашим техническим директором, которого вы не видите, но благодаря которому все это происходит. А еще вы видите здесь Татьяну Новоселову, которая, собственно, будет сегодня рассказывать про программу годовую, о которой мы все сегодня собрались и которая курирует школа литературных практик. Олеся Трощенко, саккураторка школы литературных практик, Женя Некрасова, с которой вы увидитесь на мастер-классе сегодня и прям детально познакомитесь, Евгения Воробьева, с которой вы тоже увидитесь на мастер-классе. Вежлян. Вежлян, да, я прочитала автоматически то, что написано на Zoom, да, в программах мы, конечно, все поправили. У меня большая радость, потому что участие из этих людей, которых я сейчас вижу, я училась сама когда-то, не на программах школы литературных практик, а с кем-то работала и в других проектах. Это как-то очень приятно, что теперь мы сделаем общее классное дело. Общее классное дело называется «Современные литературные практики». Это огромная годовая программа, для которой школы литературных практик и Creative Writing School объединились. Это гигантский вебинарный курс. Такого в CVS раньше не было. У нас есть годовые программы, но вот это, это такая практически академическая штука, да, ее делали раньше в Шаненке, а потом перепридумали. И вот сейчас мы запускаем новую большую историю, которая 23 октября начнется, которая только следующим летом закончится, на которую сейчас идет конкурс на бесплатное место. Мы про это сегодня скажем обязательно, и обратите на это внимание. И призовое место на 50% скидки там тоже будет. Поступать на эту программу нужно будет по мотивационному письму, да, по встрече, чтобы мы были таким действительно творческим организмом, чтобы вам это помогло, и вы могли задать все вопросы. И сегодня тоже у вас будет возможность все эти вопросы задать, потому что после того, как я все эти вступительные слова завершу, мы покажем презентацию. Потом презентацию тоже отправим на почту, у вас будет возможность, если чего, посмотреть, что-то, да, походить по ссылочкам. Промокод в ней тоже будет, у вас тоже будет возможность его сохранить. И сейчас я про тайминг сегодняшний расскажу. Буквально через пару минут я передам слово Татьяне и Олесе. Они расскажут вам детально про программу вместе с презентацией. А потом мы будем делиться на мастер-классы. Возможно, когда вы регистрировались, вы уже видели, что их три параллельно, вам нужно будет выбрать один. Мы скажем, какой зал Зума отвечает за какой мастер-класс. И вы просто выберете нужный вам. Если у вас почему-то не получится это сделать, там с телефона неудобно, мы поможем распределиться, все будет нормально. Пока просьба вопрос писать в чат, потом на мастер-классах вы сможете их задавать. Кажется, я сказала все самое важное. А еще я не сказала важное про Creative Writing School, что у нас сегодня день, всю неделю и сегодня тоже мы отмечаем день рождения. Поэтому тоже очень приятно, что мы совпали с презентацией программы. В этом есть какая-то символическая штука. К мне специально так просто получилось по датам, что отмечаем день рождения и презентуем кладный совместный проект. Мы в одно и то же время. И на этом я передаю слово Татьяне Новоселовой. Татьяна, расскажите про себя, про проект, потом Олесе, а я пока даже выключу камеру, чтобы не отвлекать никого. Спасибо огромное, Саше. Спасибо Флагманской нашей школе Creative Writing School. Флагманской творческой письме в принципе в России. Я посмотрела сейчас очень коротко чат. Действительно большинство из вас училось уже и очень хорошо знает школу и ее репутацию. Я имею в виду не нашу школу дизайн-практика, а вот CBS. С днем рождения, действительно, еще раз, точнее, с недели рождения, с годом рождения, который вроде бы совсем недавно еще был. И так быстро, да, так быстро мы надеемся, что мы в этом же поле. И вот, собственно, курс родился ровно как попытка это поле еще больше объединить. Делаем то самое важное дело, как повышаем культуру письма, да, на самом деле. На повышаем культуру письма я про себя, наверное, не буду рассказывать. Про курс Саша сказала очень много правильных слов. Действительно, он академический, что не должно вас отпугивать. Потому что академичность – это способность думать и писать в результате систематично. И именно этому мы будем вас учить. И именно этому мы будем учиться все вместе в каком-то смысле, да. Потому что лаборатория – это ровно тот формат, который мы и в своей школе литературных практик практикуем, простите, статологию. И собираемся делать это вновь. Из важного, наверное, хочется, может быть, сказать какие-то… Хотя, конечно, я понимаю, раз вы все пришли и заинтересовались креативным письмом, и уже многие из вас не новички, и брали хотя бы короткие уроки, классы и разнообразные курсы, и готовы, надеюсь, к этой длинной дистанции. Хотя, конечно, длинная дистанция – это кое-что другое. Хотела сказать буквально одну пафосную вещь, которую я стала повторять на всех площадках и для всех. И надеюсь, этот пафос с вами не только разделить, но и сохранить. Сохранить его от сегодняшнего знакомства, и часть из вас станет нашими слушателями, нашими клиентами, до самого конца, а может быть, даже приумножить его. Дело в том, что та самая текстовая, письменная культура, она, конечно, самая сложная. Конечно, мы в каком-то смысле всегда будем проигрывать визуальную культуру. Мы люди, которые занимаемся письмом, в каком бы качестве мы им ни занимались. Проигрывать в чем, в каком смысле? В той самой незрелищности, в той самой, может быть, многозначности, в той самой какой-то, действительно, многослойности. Но именно это и есть интеллектуальный потенциал нации. Сейчас я про звучала очень пафосно, правда? Но тем не менее, я, коллеги, я... Вот не зря мои шанинки, не зря мы тут шанинцы вместе с Женей Вежлян, да? Мы как бы метим высоко. Мы хотим, чтобы вы не просто умели писать, учились, любили писать, любили литературу, все время любили актуальную литературу, умели актуальность переводить литературу. Но и вот я уже скажу чуть-чуть про свое, про себя чуть-чуть, да? Я вот действительно профессиональный менеджер культуры и литературном поле, в частности. Умели делать проекты, связанные с литературой, да? Мы поговорим об этом у нас, если это поступит. Целый блок про это, как текст после того, как он написан, живет, в каких форматах, как он бытует, как он связан с другими смежными, как сейчас принято говорить, культурными индустриями. Индустрия ли он вообще? И так далее, и так далее, и так далее. Вопросов много интересных. Не буду, правда, сейчас, может быть, уже больше занимать эфир. Очень рада вас видеть. Точнее, конечно, я вас не вижу, но я рада вас видеть, что вас много, что вы из разных уголков страны, и не только России, но и за пределами России. Я передам слово Олесе, которая в презентационном, то есть как раз визуальном жанре расскажет вам, расскажет одновременно, покажет вам какие-то ключевые точки нашей программы, нашей амбициозной программы. Еще раз бесконечно благодарю и поздравляю одновременно CVS, Creative Writing School за то, что мы, кажется, смогли сделать вот это партнерство, и мы очень надеемся на некоторое продвижение, на навык вот этого креативного письма уже вот в культуре, ну, пафосно, да, в культуре России, да, то есть мы замахиваемся в какой-то такой уже заметный всплеск. Все, вы меня должны останавливать, на самом деле, потому что, ну, как бы, да, меня останавливают, можете запринести. Олеся от Рощенко, человек, который будет в большинстве не курировать наш вот этот сложный, но одновременно, на мой взгляд, отлично, ладно, скроенный курс. И Олесе передаю тебе слово. Олеся, микрофон. Всем добрый вечер, Таня, большое спасибо. Я действительно после Таниных слов, она, как всегда, говорит о больших вещах. Я сейчас сосредоточусь на частностях, но прежде всего я добавлю, как соорганизаторка школы, что наша школа литературных практик всегда была еще про сообщество, про комьюнити, про то, что мы все вместе общаемся, обмениваемся текстами, студентами. В общем, мы вот в течение этого годового курса будем с Сашей Гуськовой этим заниматься. Она со стороны Creative Writing School, я со стороны школы литературных практик. Мы будем такими проводницами, я надеюсь, для вас по курсу, и постараемся сделать так, чтобы вы не выдохлись, потому что действительно годовая программа – это достаточно интенсивно. Заниматься мы будем три раза в неделю. Ну, сейчас я в презентации покажу, как все это будет. Вот такая у нас красивая программа, картинка, которая знаменует временное слияние школы литературных практик и Creative Writing School. Действительно, так получилось, что часть наших преподавательниц уже делали курсы в Creative Writing School, и, соответственно, это какой-то наш общий пул специалистов замечательных в литературном поле. Но и каждая школа привнесла кого-то своего, какой-то свой курс. В чём особенность этого курса, как уже Татьяна Новосёлова рассказала, он включает не только творческое письмо, но, скажем так, широкий взгляд на литературное поле и широкий взгляд на реальность. Школа литературных практик всегда была про то, как существующую нашу жизнь, которая нас окружает, преобразовывать в литературу. И эта программа, она тоже заточена под это. При этом курсы могут быть посвящены и литературе 20 века. Это не так важно, потому что мы смотрим на эти тексты с современной оптикой. Итак, как я уже сказала, 8 месяцев. С 23 октября программа начнётся 19 июня, она закончится. Формат у нас онлайн, все занятия будут происходить в Зуме. И, как я уже сказала, повторю, 3 раза в неделю. Вечерами по будням с 19.00 до 22.00. Это, скорее всего, у нас будут понедельники, среды. И один раз в выходной день. С суббота с 12.00 до 3.00. Действительно, очень часто поступающие на наши курсы разные спрашивают, кто на них может прийти, если я ещё ничего не писала никогда. Могу ли, будет ли мне это полезно? И я подчёркиваю всегда, что очень часто люди, которые не написали ещё ни одного текста и только вот-вот напишут, с ними даже прикольнее работать, потому что это люди, у которых нет каких-то сложившихся паттернов ещё письма, и можно их выводить на очень интересный стиль, искать с ними голос. Поэтому, если вы впервые вообще пришли на презентацию литературной школы, никогда не учились, то мы вас будем ждать. Можно даже начать вполне с этого большого-большого курса и посмотреть, что из этого получится. Там на нашем шалинском годовом курсе, который не повторяет этот, но, тем не менее, такой опыт длительных программ у нас был, у нас несколько человек учились, которые впервые писали свои тексты. Но если вы уже написали что-то, вы тоже можете к нам прийти, потому что мы попробуем вместе с вами поискать какие-то новые методы, новые жанры. У нас на курсе будет и поэзия, и проза, и драматургия, и литературная критика. То есть огромное поре для того, чтобы проявить себя и через разные практики обогатить свое письмо и свой стиль. Ну и, кстати говоря, если вы вообще не пишете, а вы просто любите литературу, вам интересно разобраться в актуальной современной литературе, причем даже не только 21 века, но вот произведения, которые выходят вот здесь сейчас, в этом году, например. Мы всегда стараемся включать их тоже в наши программы, то есть у нас нет каких-то отлиток в бронзе курсов, которые не трансформируются под актуальную повестку, под интересные тексты, которые выходят. Я немножко прокомментирую каждый блок, потому что программа у нас разделена на три больших блока, и они тоже имеют свою логику. Когда вы придете к нам учиться, вы начнете с блока «Актуальные проблемы современной литературы». Это такой блок, который состоит из нескольких курсов. Вы будете обязательно в ходе всех этих курсов практиковать, как какое-то письмо, но они будут касаться актуальной сегодня проблематики, как мы ее видим, опять же. Все-таки у нас авторская тоже такая совместная авторская программа. Мы считаем, что сегодня пишущему человеку стоит посмотреть в сторону того, как работать с доколониальной оптикой, как работать с фемписьмом, причем это даже для пишущих мужчин, юноши, ок и полезно, потому что вообще проблема мускулиности современной, она стоит очень остро. Сейчас имеет смысл, на наш взгляд, подумать о том, как вот катастрофический опыт, который мы все сейчас переживаем, преобразовывать в письмо. И это сделает с вами Полина Борскова, замечательная, совершенно магическая женщина со своей какой-то лексикой, уникальной интонацией. Она на примере текста XX века говорит с вами о том, как это можно делать в XXI. Теории практики фемписьма у нас ведет Ягана Джабарова, замечательная организаторка фестиваля Межа. Постколониальное и доколониальное письмо ведет Ольга Брейнингер, одна из преподавательниц, кстати, тоже в Creative Writing School, поэтому, может быть, вы уже встречались, кто учился в CVS с Олей. И еще есть большой курс в этом блоке «Современный литературный процесс», который, собственно, Евгения Вежелян, здесь присутствующая, преподает. Это обзор литературного поля современности и обзор того, как мы к этой точке пришли, последних 35 лет развития литературы на русском языке. Ну и есть еще один курс, посвященный актуальному жанру сегодня, эссе, и его преподает Оксана Васякина. Нам кажется, что, в общем, эссе – это жанр, за которым и настоящее, и будущее во многом письма, и стоит в нем себя реализовать. «Практики письма», второй блок. Вот тут мы с вами займемся уже действительно прозой, поэзией, литературной критикой, вот эти три таких базовых курса, которые позволят вам попробовать себя в письме. В лаборатории прозы я преподаю вместе с замечательной Женей Некрасовой. Сегодня вы сможете ее попробовать в роли преподавателя. Она проведет сегодня мастер-класс. В лаборатории поэзии у нас традиционно занимается Оксана Васякина. Тоже у нее свой очень интересный авторский взгляд на литературу XX века, и она очень много рассказывает всегда про непоцензурную литературу и поэзию XX века, выходит через нее к современной поэзии. В общем, вы, я надеюсь, получите новый взгляд вообще на историю поэзии на русском языке. И это многое объясним для вас в актуальной поэзии. Вот для меня лично актуальная поэзия до сих пор немножко темный лес, это какой-то отдельный мир. Современная литературная критика. Ну, тут без комментариев мы учимся писать о текстах, описывать их. Два курса, которые сопровождают этот блок, это философия письма Анны Нижник. Это такой академический курс, где будут читаться там тексты фукоды, лёза. Но не бойтесь, это все из-за того, что у нас достаточно короткие вот эти блочные курсы, они по четыре занятия, по три часа идут. В отличие от лаборатории прозы и поэзии, которые будут значительно больше по объему, вы получите просто общий обзор и такое введение в философию. Как пишущему человеку можно о себе мыслить и осмыслять свое письмо. И литературная антропология Оли Бренингер. Литературу волнует человек. И Оля, в общем-то, вот этой проблемой того, как говорить о человеке, сегодня занимается. Она там рассмотрит разные формы самопрезентации писателя в публичном поле и, в общем, целый комплекс таких антропологических вопросов, связанных с литературой. Мы приходим к третьему блоку. И вот тут как раз его отчасти заявила Татьяна Новоселова, которая рассказала о том, что наша школа ещё всегда волнует её то, как мы с текстом работаем. Не просто написали, положили в стол, но как мы будем его издавать, об этом рассказывает Юля Петропавловская. То есть вы сориентируетесь, как минимум, если вы пишущий человек и не знаете, куда пойти с текстом, вы на этом курсе поймёте, вы поймёте, какие бывают издательства, какие у них подходы к продвижению книги, к работе с авторами, и вы будете уже готовы. Потом, что ещё можно сделать с текстом? Его можно попробовать представить в разных средах. Какие бывают среды? Вот текст в театре мы посмотрим вместе с Полиной Бродиной, которая сегодня тоже проведёт мастер-класс с следующим пунктом нашей сегодняшней программы. Текст в кино Марии Игнатенко, которая преподаёт в МШНК, небольшой курс, про это прочитает тоже. И механик графических нарративов, прекрасная Маша Скафа, преподавательница школы экономики, арт-директора, человек, который очень хорошо знает об истории комикса и о том, как он устроен с академической точки зрения. Она расскажет, как текст в комиксе может бытовать и быть переведённым на этот язык. То есть вы в ходе этой программы можете получить какой-то совершенно невероятный набор разных навыков и попробовать себя в очень многих сферах, связанных с литературой. И кроме того, вы можете проходить этот курс, например, как индивидуально, без общения с нами. Но это для нас, кстати, первый раз такая практика. Обычно мы очень много уделяем времени именно тьютерингу студентов, поэтому наши студенты тоже пишут очень часто классные романы, тексты и рассказы. Я немножко расскажу потом в финале о них. То есть мы такие фанаты того, чтобы человек не просто бросать с этими знаниями, но следить за его судьбой, находиться с ним в контакте. И поэтому мы предлагаем ещё и дополнительно такую опыту, как тьютерская поддержка. Вот впервые мы пробуем её отдельно предлагать вам и надеемся, что многим это будет полезно. Вот я перехожу уже, простите, к тарифам, потому что понятно, что любое обучение, оно может быть тоже в разных форматах. И вот тут мы с Creative Writing School подумали, что надо предложить как минимум три траектории для вас прохождения этой программы. Может быть, кому-то интересно будет просто послушать вот в тарифе самостоятельный, просто послушать эти занятия и сделать свои выводы, пообщаться со своими однокурсниками, сокурсниками. И этого будет достаточно для такого саморазвития. Но, может быть, кто-то захочет всё-таки получить ещё вот эту нашу поддержку, наше мнение, наш фидбэк у каждого преподавателя, у нас, у его какие-то задания, которые мы будем выполнять. И тут есть тариф базовый, когда вы в течение занятий выполняете задания, мы их читаем, комментируем, даём обязательно вам обратную связь. И мы с вами находимся в диалоге. И третий тариф, он самый такой комплексный и самый дорогой, к сожалению, надо сказать, это когда мы всё-таки с вами индивидуально ещё работаем, занимаемся и встречаемся помимо занятий на таких встречах тоже в Zoom, но уже индивидуальных, обсуждаем именно ваши тексты, там ваши удачи и неудачи, как вы их оцениваете, и предлагаем вам какой-то путь к автору. Можно я сейчас ещё одну штуку скажу? Включу камеру, чтобы не оказалось, что у меня чёрный прямоугольник, что тариф экспертный, мы его назвали, не имеется в виду, что на него нужно приходить, если вы эксперт. Это скорее то, что вот здесь возможность нарастить экспертизу, она выше. Это не ограничение, не в смысле я уже всё умею, и поэтому мне теперь только на полный этот курс надо, а в противном случае обратная связь мне не нужна. Это не об этом. И сейчас тоже исчезну, просто увидела вопрос сразу про тьютерскую поддержку. Тьютерская поддержка, она в течение года, это не в смысле вы проучились, и только в конце вы что-то получили. Это встречи распределённые, то есть вы с чего-то начинаете и постепенно к чему-то приходите. В этом и смысл поддержки, что это не вердикт в конце, это путь, который вы идёте вместе с кем-то из преподавательниц, кого вы выбрали. Олесь, сори, что вмешалось. Да, и тут должен случиться обоюдный, кстати, мыч. То есть вы сначала знакомитесь с преподавателем обязательно, там, может быть, предварительно мы попросим у вас там несколько текстов, и преподаватель знакомится с вами, потому что это очень тонкая вещь. Иногда ты, человек, можешь слушать, получать с него много полезного там на лекциях, но его там мнение о твоём тексте тебе кажется не тем, что ты чему-то готов довериться. Это тоже бывает. То есть нам надо сначала будет убедиться, что все думают в одну сторону. Ну, то есть вообще мы всегда, конечно, литература и искусство это всегда такие очень тонкие штуки, когда надо каждому человеку уделить внимание. Вот. И мы будем стараться это делать на этом курсе, и это у нас всегда получалось раньше, и я думаю, получится теперь. Так, про конкурс, да, расскажу. Ну, вкратце, потому что у нас там есть целая страница про него, до 23 августа вы можете написать текст художественный, это может быть осы, это может быть рассказ, это может быть стихотворение, как поэтический текст, как вы видите это, о какой-то актуальной новости. Так как мы в Школе литературных практик всегда за то, чтобы говорить про то, что происходит здесь сейчас, у нас такое видение литературы, мы вас хотим сразу подтолкнуть вот к этому, смотреть вокруг себя. Причем новость можно брать не обязательно с каких-то больших новостных порталов, какие-то большие новости. Мы сейчас, так получилось, к сожалению, находимся в таком вихре событий огромных и масштабных, да, но они все состоят еще из частных личных историй, и более того, вокруг вас, если вы не в эпицентре вот этих вихрей находитесь, тоже протекает какая-то своя жизнь, вы можете зайти на новостной портал там своего города, или, я не знаю, если вы живете в каком-то небольшом населенном пункте, будет еще интереснее, да, то есть мы говорим сейчас о том, что вы выбираете какое-то событие, которое вот происходит здесь сейчас, и вы, вдохновившись им, пишете текст. Текст небольшой, мы, я боюсь, что сейчас могу забыть, Саша, у нас 2000 знаков, да, там в итоге было? Нет, у нас там большой, мы увеличили, вы можете написать короткий текст, это может быть больше 15 тысяч знаков, вы сами можете выбрать, и вы можете выбрать, что это, то есть это не обязательно, то, что вы пишете по новости, это не обязательно нонфикшн, вы пишете что угодно. Ну, наверное, журналистки в полной мере текста переписывать не стоит, как журналистки, но, в общем, мы отдаем это на ваше усмотрение, просто мы предлагаем вам посмотреть вокруг себя, посмотреть на то, что тут происходит в моменте, и попробовать включить воображение творческое. Приятный бонус тут для вас от наших школ, запоминайте промокод, ну, те, кто посмотрит это в записи, тоже его получат, так что, пожалуйста, до 31 августа приходите пораньше, рассрочка тоже будет. И, да, вот этот финальный слайд, наша такая гордость, понятно, что Creative Writing School через себя пропустили огромное количество пишущих людей, и очень часто мы неслучайно спросили в самом начале, кто где учился, и мы выяснили, что действительно люди пробуют разные литературные школы, получились в одной, получились в другой, в третьей, то есть это как, я уже считаю, что это уже какое-то наше общее поле, и современные тексты, которые выходят выпускников школ, это наше общее такое достояние и гордость, что мы способствуем действительно в появлении новых авторов. Вот именно наша школа наблюдала рождение Ильи Мамаева-Найлз с романом «Года порно», как автора, Даши Благовой, которая опубликовала в 23-м году «Южный ветер» роман, и вот сейчас готовится еще второй текст к выходу большой, Марина Качан-Хары написала эти тексты, все доступны, их можно почитать, и мы очень советуем, потому что они классные. Ну и до того, как ребята стали писать большие тексты, для этого, конечно, требуется некоторое время, их рассказы, которые они писали именно во время обучения в школе литературных практик, собирали в антологии и издавали, и сам формат антологии ребята придумали сами, ну, разумеется, формат антологии придумали до нас, но так как можно объединять вот эти школьные тексты в такие тематические серии на занятиях по проектированию, они предложили вспомнить об этом формате, и мы им пользуемся уже во все годы существования школы. Три сборника одной цепью срок годности и сборник про буллинг вышли при участии нашей школы, и я не включилась сюда, еще два, была антология, которую мы публиковали в искусстве кино в журнале «Возвращение домой», и антология «Страсти по конституции», которая была представлена на букмейте очень долго, но потом, когда букмейт перекупили, уже ее сейчас, к сожалению, не почитать. Но там, судя по самому названию, это был год, когда голосовали за поправки в конституцию, и наши студенты написали рассказы про каждую статью в конституции, они писали художественный текст, который так или иначе был с ним связан. Так что мы всегда подходим к нашим, к текстам студентов как-то еще дополнительно творчески, концептуально, и стараемся, чтобы они все-таки были опубликованы классными текстами. Вот, пожалуй, я рассказала какую-то такую очень общую информацию, и мы с Татьяной и присутствующими здесь передавательницами Таней, Женей, Женей и Полиной готовы ответить на ваши вопросы, а потом уже приступим к мастер-классу. У нас довольно много вопросов было в чатике. Можно, кстати, прокрутить, там, по-моему, что-то было еще в этой презентации или нет, или мы ее пока свернем. А еще что-то было? Оп, нет. А, нет. Тогда важный был вопрос про конкурс, и мы дали текст в чатик, что это до 20 тысяч знаков, и это, как я и говорила, может быть, любой текст, вы можете и поэму написать, так как он поэтический трек вообще есть даже в программе. Олесь, вопрос, сколько будет длиться собеседование? Да, я вижу несколько вопросов про собеседование. Во-первых, для чего нужно собеседование, видимо, беседы, это проект, да, вопрос. Собеседование нужно для того, чтобы мы познакомились с вами, вы познакомились с нами, потому что мы идем с вами очень долгое путешествие на много месяцев, и у нас должны быть с вами правильные ожидания и у вас от нас, и обратно тоже. Вот, я думаю, что, кроме того, я уже подчеркнула, что у нас обязательно будет там чат, курсов, в котором мы будем вместе обсуждать такие очень тонкие вещи, особенно в нашем современном мире, и поэтому я уверена, что всем будет классно, если мы будем более-менее по каким-то вопросам на одной волне. это вторая причина. И третья причина, что нам действительно очень важно, чтобы в нашем курсе было безопасное пространство, безопасное во всех отношениях, в том числе, чтобы люди были бережными друг к другу, потому что, когда мы читаем тексты друг друга, их тоже обсуждаем и оцениваем, это все очень тонкие штуки, поэтому не надо будет готовить никаких сложных вопросов, надо будет прислать небольшое мотивационное письмо и рассказать немного о себе, о том, чего вы хотите от нас, чтобы мы с вами совпали. Так, как будет проходить собеседование? Отчасти рассказала, то есть это беседа на 5 минут в Зуме, ничего сложного. Может быть, если вы уже что-то пишете, вы пришлете свои тексты, почитаем и спросим у вас о них что-то дополнительное. Так, текст для конкурса лучше сделать завершенным или можно скинуть отрывок из большой работы, которая еще не завершена? Может быть, вы попробуете Виолетта, моему знакомой, имя вы, по-моему, учились у нас, Виолетта, вы, может быть, попробуете его немножко как-то скруглить, но, в принципе, пришлите фрагменты, вот, не шлите какой-то огромный текст, просто потому что, ну, мы не сможем его прочитать, к сожалению, целиком, вот, пришлите какой-то разумный для нас фрагмент, я думаю, что мы поймем, но лучше, конечно, написать именно текст под конкурс, если честно, мне кажется, это было бы самое классное, а если тексты действительно будут крутыми, то, может быть, мы какие-то там дальше рекомендуем куда-то публикации, я не знаю, вообще, всякие бывают случаи, или, например, был случай, когда в прошлый раз в Шанинку к нам поступала девушка, вот она победила в конкурсе, она написала эссе про то, как она работает в школе учителем, программе «Учитель для России», а потом она в течение, она победила, и она в течение года это эссе на эту тему, в общем-то, превратила в роман, который, я надеюсь, будет скоро опубликован, и он очень крутой. Немного обидно, что от 3000 знаков до 20 тысяч знаков увеличились. Простите, Даша. Какие еще вопросы? Можно ли получить эту презентацию? Вы знаете, у нас будет дополнительный материал, Create Frighting School очень развитый, классный в этом отношении, они всегда готовят кучу сопровождающих каких-то ништяков к каждой промокомпании, поэтому, да. Насколько критичны пропуски занятий? Смотрите, да, если вы знаете, что вы будете пропускать, я могу вас отчасти успокоить тем, что у нас записываются все занятия, и у вас будет к ним доступ обязательно. Там в течение, до начала следующего годового набора будет доступ, то есть несколько месяцев после даже занятий, окончания занятий, и в течение, конечно, тоже. Так что у нас будет целая папка, а у нас студенты получают еще там папку с какими-то актуальными текстами, это называется библиотека, ну, то есть мы там собираем для наших студентов подборки книжек и статей, и вот записи занятий обязательно будет год порно кто-то прочитал, я надеюсь, или это что, восприцание. Я еще хотела сказать, что если начать, например, с этим замыслом работать заново, то welcome, может этого и не случиться, поэтому я говорю, что это все очень индивидуальные истории, и мы с каждым это будем решать отдельно. Встреча, один академический час, в академических часах это четыре академических часа за одну сессию, вот, насколько я знаю, крейсфайтинг скулт, это занятие, одно занятие или четыре академических часа. Так, длинную переписку вижу, это я еще только вверх слистаю. Если что, я выписала вопросы, если какие-то ты пропустишь, я вернула, так что все в порядке. Вот внизу есть очень важный вопрос. Давайте я вниз теперь пойду. Если рассрочка, да, есть, кстати, Саша, расскажи, как рассрочка. Рассрочка есть, вы можете через банк ее запросить, мы дадим форму, если вдруг что-то будет не так, то мы даже вручную можем это разбить, просто мы стараемся сначала, чтобы вы обращались в банк, это просто меньше мороки, и для всех проще, если это, мы не сказали, сколько стоит курс, я могу, во-первых, кстати, еще раз озвучить промокод, который в WritingCare, он дает скидку, мы решили давать не процент, а просто деньгами, он дает 10 тысяч рублей на любой из тарифов, какой бы вы не выбрали, и сейчас я вас сориентирую по ценам, дайте мне секунду, потому что я дойду сама до тарифов, тариф, который самостоятельный, это 97 тысяч, тариф базовый это 189, и тариф экспертный это 259, это тот, в который входит еще и индивидуальная тьютерская поддержка, и все это можно разбивать и делить, это за всю программу, и это не учитывает тот промокод, который я уже сказала, если вы учились у нас, у вас есть система лояльности, это все к ней тоже считается, это все к ней можно применять. Насчет тьютеринга и преподавательниц, у нас не все преподаватели будут тьютерами, мы список тьютеров еще повесим отдельно в скором времени, это точно будем, мы с Женя Некрасова, это будет Женя Вижделян, это будет Оксана Васякина, вот, дальше мы еще уточним. А, еще, насколько мы договаривались, что Таня Новоселова может взять тьютеринг в каких-то проектах истории, то есть, если вы, я не знаю, работаете в каком-нибудь литературном музее, или еще в какой-то такой институт, и знаете уже, что вам это интересно, или вы хотите организовать фестиваль классный, связанный с литературой, тематикой, или вы там в каком-то таком поле работаете театральному, или кино, то вы можете прийти и сказать, а я вот хочу как менеджер культуры взять вот такую поддержку, и Таня это сделает, с вами все придумает. мне кажется, на основные вопросы мы даже уже ответили, еще раз скажу вслух, что победитель по конкурсу или финалист может выбрать любой из тарифов, любой из видов прохождения, в том числе экспертный, какой вы выберете, тот мы вам и дадим, и собеседование будет даже с теми, кто проходит по конкурсу, встретиться и поговорить хочется, конечно же, со всеми. Если у вас есть еще вопросы, на которые мы не ответили, пожалуйста, пишите их в чат, есть ли что-то еще, что мы, Олесь, хотели сказать про презентации курса, или мы постепенно будем к мастер-классам переходить. Я вот в своей записи смотрю. А вот. Мы сейчас можем уже, а что должно быть в мотивационном письме? Мы всегда просим мотивационное письмо следующее, короткие рассказы себе, и что вы ждете от курса. Чаще всего сразу становится многое ясно по этому запросу. Если у вас есть художественные тексты какие-то написанные, то прикладывайте к мотивационному письму. Да, там был вопрос, сколько знаков мотивационного письма совершенно не важно. чтобы оно не было очень. Длинных, кстати, не надо. То, что вы считаете важным про себя рассказать, то, что вы считаете важным, а почему вам нужно креативное письмо или какие-то другие его конкретные вот, как вы видите с программы проявления, то вот это и скажите. Промогу